Особое мнение на 101FM Полуторалетней девочкой Которая оказалась одна В холод 10 ноября это произошло Все мы уже прекрасно знаем Что один из частных детских клубов На улице Чапаева Я ожидал, что реакция общественности Будет жесткой Требование крови, расправы Наказать по всей строгости закона Известно, что уже Заведено уголовное дело по статье Оказание услуг, не соответствующих нормам безопасности Но так ли все страшно, Ольга? Так ли нужно категорично все это расценивать? Вот это двухминутное видео По-моему, две минуты Которое практически весь город, наверное, посмотрел Меня-то в первую очередь ужаснуло Ну что ж ты вот этот доставщик Так долго общаешься с девочкой Ну схвати ты ее, возьми Не знаю, запахни курткой Либо сам себе верхнюю одежду сними У меня были такие же ощущения, когда я смотрела Возьми на руки Бегай, ищи, откуда она вообще вышла Для меня лично Ключевым моментом в этой истории является Такой нюанс Я, честно говоря, не знаю Знаете ли вы А сколько времени-то прошло с момента Как девочка ушла из заведения И вот ее хватили, что называется Начали искать Я не знаю, к сожалению Я не понимаю, это вообще Искали ли ее То есть по факту, получается же Ее унесли куда-то на квартиру Она же там женщина, да? Женщина откуда-то прибежала, да И тогда уже они ее взяли на руки Куда-то унесли И там уже вызвали, я так понимаю, службу И какой-то процесс пошел То есть когда ее начали искать в детском саду Я не скажу Не интересовалась, не знаю Как вы оцениваете Как родительское сообщество? Ну, конечно, случай такой Определенно вопиющий То есть, конечно, такого быть не должно Однозначно Как бы часто ли такое случается? Я думаю, что это Такое, как бы, единичная история Почему она так случилась? Ну да, они доглядели Да, как бы Кто-то там, я так понимаю Ну, насколько я видела Опять же, в интернете Воспитатель уложила детей Вышла кормить птиц И не закрыла дверь И вот тут ребенок как-то так Случайно тоже вышел Конечно, такого быть не должно И, конечно, сейчас Как стоит вопрос о том Что давайте все ужесточим Давайте, как бы, все эти детские центры То ли к лицензии, да, приведем То ли вообще, как бы, проверки им всем устроим И, соответственно, тут стоит вопрос Опять же, как бы Ущемления вот этих вот бизнеса То есть, как бы, мы потеряем ли мы бизнес В данной истории Или, как бы, бизнес продолжит существовать Ну, конечно, в любом случае Нужно контролировать, смотреть А все ли соответствует Если говорить про лицензию То, если бы ее так было просто получить То, наверное, бы ее получали бы И с удовольствием бы пользовались Этими благами, которые она несет Можно же маткапитал Как бы в эти детские сады, да, вкладывать Когда она лицензию детский сад имеет Но я так понимаю Что это в любом случае непросто Это и соответствие определенным нормам Там пожарной безопасности Детский сад не должен быть в цоколе Там в подвальном помещении Опять же, площадки для прогулок должны быть Пожарная безопасность То есть все проходы-выходы То есть не каждое помещение Далеко не каждое помещение Где этот детский сад открывается Будет соответствовать этим нормам И, соответственно, как бы сможет получить лицензию И сможет, как бы, уже соответствовать дальше По поводу проверок То есть все равно у нас сейчас Как бы идет момент о том Что у нас проверки там отменены То есть только те, которые... Да, моратория на проверки То есть те, которые только в плановые истории И вот внепланово у нас может проверять Шабардин Уполномоченный по правам детей Понятно, что ему на всех не хватит Понятно, что каждый день он там не будет проверять все и вся Но вот когда у нас вопрос с питанием как раз стоял Мы с ним об этом разговаривали И как бы говорили о том, что если какая-то будет информация То можно ли воспользоваться Будет вот как бы этой возможностью Как бы, да Никогда нам не отказывали В этом плане Поэтому в любом случае, конечно, подконтрольно В любом случае нужно, ну, может быть, какие-то регламенты Вменять, да, то есть чтобы соответствовали Но ведь почему надо еще разобраться Вообще пользоваться услугами данных детских садов Потому что востребовано То, что не хватает, опять же, мест в детских садах То есть, конечно, если мы будем смотреть Детей там рождения 2015-2016 года То там нехватка мест была 3000 То есть сейчас, конечно, все сократилось И там для трехлеток практически Как бы все трехлетки обеспечены местами То есть в каких-то определенных районах Там чистые пруды, зональные А уже идут, соответственно, в детский сад малыши Вот как раз полуторагодовалые дети То есть двухлетки Двухлетки у нас не все обеспечены местом в детский сад Поэтому потребность есть Потребность существует И если бы родитель мог себе позволить там Лицензионный детский сад То он бы его сам себе позволил Соответственно, не может И идет вот непосредственно в такие организации Ухода и присмотра Где стоимость просто посещения ниже То есть в связи с тем, что ему необходимо выйти на работу Там официально они оказывают услуги по присмотру Да, по присмотру То есть это как бы не детский сад Это уход и присмотр То есть туда ребенка привел и так далее Если мы говорим о том, что мы сейчас от этого ухода и присмотра уйдем И отменим, да, вообще как бы такое понятие Но найдется другое понятие И все равно будут как бы возникать такие истории Потому что потребность есть Потому что детей как бы куда-то необходимо везти Не у всех есть бабушки Не у всех есть возможность оставить дома И если мы просто вообще все это отменим и закроем, и детей будут оставлять дома одних. То есть лучше ли это будет? Не факт. Поэтому такая история, в любом случае нельзя ее рубить с плеча. Там детей-то трое всего, по-моему, было. Ну, там как-то сказали, что их было немного. Но насколько я видела комментарии, опять же, про этот детский сад, как бы плохо-то не говорили. И я так понимаю, что вот этот предприниматель, она еще организовывала образовательную какую-то деятельность, то есть куда можно было просто прийти позаниматься. И в принципе-то они отзывались очень положительно. То есть, конечно, сейчас накажут, да, конечно, там определенную статью вменят. Не знаю, посадят, не посадят. Сложно сказать. С течением обстоятельств получается. С течением обстоятельств. Ну, вот так получилось, да. Ну, сколько ребенку нужно для того, чтобы открыть входную дверь и выйти? Ну, сколько? 20 секунд, полминуты, минута, да, и все. Ну, вопрос, опять же, как он смог открыть эту дверь? То есть, насколько она легко открывалась, что ребенок полуторагодовал и смог ее открыть и выйти? Ну, в любом случае, конечно, да, вот эта машина запущена. Следственный комитет, следственное управление этим занимается. Ну, вот будем следить, конечно, за тем, как продолжается это расследование. Ну, вот дополнительных мер, наверное, сейчас не нужно каких-то продвигать в этом отношении. Ну, а что мы скажем о том, что там, проверьте все двери, чтобы замок закрывался, и дверь тяжело открывалась? Я думаю, что все, кто занимается этим бизнесом, они уже это все сделали и проверили, потому что они понимают, что как бы у них в любой момент такая ситуация тоже может случиться. У нас же так всегда бывает, пока вот не свистнет, не перекрестится. Ну, в любом случае, это такой сигнал к тому, чтобы внимательнее следить за теми детьми, которые посещают и муниципальные детские сады. Конечно, мы прекрасно знаем, что у нас инциденты и в муниципальных детских садиках случаются, и воспитателей наказывают за неподобающее обращение с детьми. Не так давно была история, по-моему, детский сад на улице, милицейская, да? Вы помните, там, уголовное дело, и решение суда там тоже, конечно, было. Так что всем стоит быть повнимательнее, конечно. Следующая тема, случай, произошедший в Карелии, в городе Костомукша, тоже на днях, тоже широкий резонанс, эта история вызвала. Тема, во что одеваются наши дети-школьники, на уроке учительница разозлилась на одного из семиклассников и потребовала, чтобы он весь урок просидел, отвернувшись от доски, а поводом для этого стала одежда непосредственно мальчика. У него там на кофте, по-моему, или на толстовке, да, были изображены цифры, и в эти цифры вырисован американский флаг. Якобы разозлила это очень педагога. И там уже, видимо, инцидент исчерпан, была созвана комиссия, собрались, поговорили, пообщались, и вроде как педагог уже принесла свои извинения. Да, она не могла так поступать. Ну вот как вы ее расцениваете? Как родители? Ну, конечно, в любом случае, такой ситуации, наверное, возникнуть вообще никак не могло. То есть, ну, я не знаю, просила ли там педагога снять эту кофту, и сказать, убери и сиди без нее, если так уж ей было тяжело на него смотреть. Не готова сказать. Конечно, таких историй случаться не должно. То есть, тем более, если в школе там не оговорено какой-то там дресс-кодовая история, там форма и прочее, то есть, наверное, ребенок имел право в этом прийти. Но если было оговорено, тогда как бы там другой разговор, почему он так пришел. Но у нас ведь не запрещено носить в стране... Не запрещено. Как бы то, что ты хочешь, и то, что там, как бы тебе нравится. Поэтому, ну, какая-то такая история с перегибом. Поэтому, конечно, я оцениваю ее как неподобающее какое-то определенное поведение. Да, там, когда они собрались коллективно, все это обсудили, якобы руководство учителя, оно признало, что он превысило полномочия. Тем самым, ну, может быть, какой-то вот эмоциональный всплеск был у женщины, и там родители начали оправдываться, что ей кофта-то была куплена очень-очень давно для обострения всей этой международной обстановки и так далее. И, кстати, буквально одновременно с этим инцидентом тему школьной формы поднял и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Честно говоря, не знаю, что он имел в виду. Либо на государственном уровне вводить единую форму школьную, либо на местах, чтобы школа конкретная решала. Но ведь это уже есть у нас, школы решают сами. Ну да, у нас школы решают сами, нужна форма или не нужна. То есть у нас есть школы, где, в принципе, можно ходить без формы, а есть, где жёстко говорено, какой-то там должен быть цвет, и какие там непосредственно длина юбки, и какая форма жилетки. Но есть школы, где, в принципе, более-менее свободны. И я вот больше к этому склоняюсь, что когда мы действительно оговариваем о том, что это должен быть там деловой стиль, ну, допустим, там, чёрный цвет брюк, юбки сарафана и какая-то там светлая блузка, да. То есть и тогда у тебя, в принципе, стиль свободный, и ты уже как бы ориентируешься, что ты можешь сам себе позволить купить и пойти. А когда вот это вот всё шьётся заранее, перед первым сентября, потом ребёнок вырастает, там, рвётся и так далее, то есть родителю, конечно, это определённая нагрузка, что нужно там обновлять форму, да, то есть покупать. То есть а тут уже как бы такая своя одежда, но в определённой там стилистике деловой. В любом случае, мне кажется, наверное, это должно быть. Это не должно быть там какого-то пёстро-яркого вот такого в школе, да, всех цветов радуги. Наверное, какие-то дни определённые бывают, когда это можно надеть, это будет уместно, а когда вот просто учёбный процесс идёт, то это должно быть как-то более спокойно. Вот. По поводу того, чтобы сделать эту форму на государственном уровне... Ну, давайте, предположим, вот у нас на государственном уровне, мы помним советские времена, да, и помним, как она выглядела, эта форма, и выглядит, я думаю, что у кого-то ещё в гардеробе хранятся эти вещи. На последний звонок принято теперь её с фартуками надевать. Вот если на уровне всей страны у нас будет реализована такая инициатива. Ну, я думаю, что моё мнение, такого не надо делать. То есть не нужно это вот всё приводить опять к единому стандарту, к единому какому-то там однообразию, и как мы знаем, что из этого обычно ничего хорошего не получается. И опять же вопрос, кто это будет оплачивать, да, то есть как бы это на родительские плечи ляжет, или это государство у нас вдруг решит это всё компенсировать. В Госбуме якобы, да, там прозвучала мысль о том, а давайте тогда госбюджет будет выделять определённые суммы на то, чтобы покупать эту школу форму. Ну, хорошо, а сколько на эту форму будет заложено, и хватит ли этих средств, да, чтобы её сделать? И опять же, родителям придётся там доплачивать, или будут ходить в том, вот в чём пришлось, там что-то будет по качеству вообще, как это будет выглядеть. Не знаю, мне кажется, это такая нереальная машина, которую, ну, нереально будут организовать и сделать, и вообще надо ли это делать. То есть, в принципе, как бы, ну, мы такие в свободной стране живём, и мы, ну, наверное, свойственно там одевать то, что ты там хочешь надевать. А поэтому... В общем, на ваш взгляд, не надо унифицировать это всё на... Ну, так или иначе, ведь вопросы по школьной форме, там некие конфликты, инциденты, они же возникают, да, сейчас? Периодически возникают. Да, возникают. В чём сейчас особая сложность заключается? Форму надеть в школе? Да, 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 судя по работе, вот с чем связано обращение, возможно, от родителей. Ну, я думаю, что сейчас дети как бы, ну, немножко такого вольного, да, то есть я помню в своё время, когда вот нам в девятом, по-моему, в десятом классе пришли и сказали, будет форма, давайте решать какая. И у нас как-то родители в том числе поддержали нас, и мы форму не надели. Возможно, не нравится, что нам в джинсах ходят и так далее. То есть, ну, наверное, можно на уровне школы это оговорить, что можно, а что нельзя. И не нужно вот прям приходить к тому, что это будет у всех одинаковое платье, это у всех одинаковые там будут пиджаки с брюками. И мне кажется, это наоборот приведёт к тому, что никто это носить не будет, и будут ходить как раз-таки в ярком пёстром с американскими флагами. И мы, наверное, опять же, ещё хуже ситуацию создадим, нежели это есть сейчас. Ну, учитывая, да, подростковый в том числе возраст, да, когда многие вещи не воспринимаются, то, что там говорится, хочется сделать наоборот и так далее. А, кстати, единая форма для учителей тоже... Вот, кстати, в этот вопрос идти периодически возникает, конечно. Поднимается, да, может быть, тоже вводить некий стандарт. Некий стандарт. Да. Как в медицине. Да. Но опять же... Белый халат, о, медик, значит. А тут тоже какая-то строгая такая компоновка. У нас, я думаю, и так не хватает педагогов, чтобы мы ещё таким образом сделали выбор в пользу того, что их станет ещё меньше. Поэтому также точно какой-то общий там деловой стиль, никаких перегибов, да, там, в яркости, в короткости юбок и так далее. Но вот прям, чтобы всех было одинаково, но я думаю, что не каждая школа на это пойдёт. И далеко, наверное, не каждая. И найдём ли мы вообще такие школы, которые готовы будут так сделать. Ещё одна инициатива тоже с Сергеем Кравцовым, озвученная на днях. Это передача школ на региональный уровень с целью, цитирую, «централизация управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования». У нас в области, как известно, сейчас есть областные школы, которые на региональном уровне находятся. Есть муниципальные. Вот как эту инициативу воспринимаете? Что это даст? Причём в том, что мы муниципальные школы поднимем на область или, наоборот, с области передадим муниципалитет. Мне показалось, что повышение статуса муниципальных на уровень субъекта. Тут ведь вопрос стоит в том, что как бюджет будет распределяться. То есть, да, конечно, в муниципалитете средств не хватает. И мы это все знаем. И каждый раз, когда мы говорим о том, что необходим ремонт здесь, необходима новая мебель и так далее, город обычно говорит о том, что денег нет. А то, что мы поднимем на область, денег-то больше не станет, мне кажется. То есть, потому что в любом случае... В том числе, больше поводов для дискуссий будет у депутатов, когда они будут эти бюджеты принимать, да? Ну, мы будем говорить лишь о том, что вот у нас сейчас стало школ больше, но, соответственно, те деньги, которые были в муниципалитете, они куда денутся? То есть, на которые на обеспечение школ непосредственно были, они в область передадутся? Или область просто не будет передавать непосредственно деньги в муниципалитет? Ну, то есть, тут такая какая-то игра вот этого, кто хозяин, кто за что будет отвечать. Ну, если нам там министерство образования скажет о том, что да, так будет правильнее, и мы будем больше контроля иметь над этим, ну, давайте переводите. Если все-таки министерство образования скажет, нет, как было, так проще, ну, да, давайте так оставим. То есть, тут вопрос основной стоит в том, что вообще, а хватит ли денег в целом на, вот, обеспечение? То есть, мы там много раз говорим про зарплаты, да, то, что они там низкие и так далее, их нужно повышать, о том, что школа перейдет с муниципального уровня на областной, зарплаты выше не станут. В любом случае, то есть школа как-то там новее не станет одномоментно, то есть там ремонты везде не проведем. То есть по большому счету у нас как бы областной бюджет и городской бюджет, они плюс-минус понятные. То есть, соответственно, перенеся с одного уровня на другой уровень, то есть мы где-то там не увеличим. То есть если мы говорили бы про федеральный уровень, и федеральцы, там какая-то программа дополнительная открывалась на содержание, то вполне возможно мы тут что-то бы выиграли. А так как бы пока не очень понятная история. Кстати, про бюджет. В пятницу, да, у нас бюджет региона на следующий год и плановый период у нас принимался в первом чтении фракция ЛДПР за. Мы поддержали, да. Что там, кстати, с суммами на образование? А там, я вам сейчас не скажу, потому что это все будет ко второму чтению урегулировано непосредственно, и вот мы как раз к первому декабря готовим свои поправки. В чем суть? С моей стороны поправки как раз-таки в основном социальные, то есть у меня есть вещи, где конкретно детские сады и конкретные школы просят там средства на ремонт пищеблока, там на ремонт забора и так далее. То есть я вот это буду все вносить и предлагать, потому что там, опять же, в муниципальном уровне средств на это нет. То есть мы будем предлагать, ну вот со своей стороны у меня есть запрос, это школа, дорога в Вересники, где мы все знаем, что Вересники спорткомплекс построили, а дороги вот непосредственно с милицейской, с города нет, только там нужно в объезд ездить. И тот, кто ходит пешком, они ходят, опять же, по железной дороге через какие-то там буреломы, то есть как бы вот эти вещи есть, мы туда выезжали, смотрели. Мы будем как всегда отстаивать возможность начальной школы, хотя бы начальной школы ездить бесплатно на общественном транспорте, потому что на данный момент сейчас там не всегда школа у нас оказывается рядом с домом, приходится в нее ездить, соответственно это еще определенные траты для родителей. Много мы говорили про школу в Шевелях, но я так понимаю, мы к ней еще вернемся, да? Ну чуть позже, да, поговорим. То есть как бы, ну тут уже мы этот момент как бы не отражаем сейчас. Вот, есть как бы непосредственно предложение мое, которое в принципе губернатор еще летом поддержал, сейчас вроде как бы тоже сказал, что да, действительно идея хорошая, это когда дать возможность детям сотрудников детских садов ходить в садики бесплатно, то есть вот эту родительскую плату как бы отменить для именно сотрудников детских садов, тем самым мы условно их зарплату не увеличивая повышаем, потому что там трата в размере там 4 тысячи рублей останется в их кармане. Ну 4-5 даже. Ну 4 там где-то, да. В зависимости от того, сколько там кружков еще посещают. Ну про кружки-то мы не говорим, мы говорим именно про где-то дни, именно про питание. То есть по большому счету, хотя бы таким образом возможно мы привлечем людей работать в детские сады, потому что там действительно как бы зарплата невелика. Вот этот момент тоже как бы обсуждали, посмотрим. Потом предложение есть по поводу поощрения наших победителей всероссийских международных олимпиад. Мы там закладывали там всего лишь 3 миллиона, я думаю, что не такие большие деньги для региона. Мы имеем в виду педагогов, которые обучают победителей. Мы предлагаем и педагогов, и ребят, которые непосредственно как бы выигрывают. Про педагогов у меня есть ответ, что вроде как регион и так поддерживает. Но там такие незначительные суммы тоже, когда там непосредственно ребенок выиграл, и педагогу там грамоте сколько-то немножко дали денег. Поэтому, то есть вот этот момент мы хотели бы тоже немного значимости придать и непосредственно более дать возможности детям участвовать в олимпиадах, понимать, что ты нужен региону. Насколько предполагает это все увеличение финансирования? Наши поправки? Да, в обосновании. Вот давайте позже скажу. Сейчас пока мы как раз готовим это все, как раз прописываем, поэтому ну если с учетом там бесплатного проезда, это 400 миллионов, с учетом там дороги в Вересниковке, это 200 миллионов. То есть как бы суммы-то будут немаленькие. Посмотрим, то есть пройдет, не пройдет, то есть поддержится, не поддержится. Следующее чтение будет, соответственно, в декабре. В декабре, 15 декабря. В пленарном заседании. Ну давайте к теме школ перейдем. Наконец-то нас порадовали этой новостью о том, что в Шевелях, в Слободе-Шевеле будет построена такая школа, видимо, по параметрам, озвученным самая большая, на 1650 места. Так ли радужно, так ли оптимистично вы смотрите на эти вещи, потому что в вашей работе, в вашей деятельности эта школа, ну она на одном из первых мест стоит. Видео записывали на этом месте, да, распространенное по соцсетям и так далее. Ну вот, вроде объективные данные есть, и прям вот все-все на всех уровнях обещают. Вы видите какие-то подводные камни, какие-то, не знаю, несостыковки. Хочется верить. Хочется верить, что все-таки на самом деле школа будет построена, и через два года дети в школу пойдут. То есть это получается 1 сентября 24-го, что ли, да? Ну, предварительно да, но я сомневаюсь. Хотя должна была быть открыта еще 1 сентября 20-го года. Вот знаете, тогда я тоже поверила, и тогда еще, может быть, не совсем я была опытной и, наверное, наивной. И тогда в тот момент я тоже поверила, что школа 1 сентября 20-го года будет, и мы с соседями тогда обсуждали, и говорили, да подожди, как раз у тебя ребенок пойдет в новую школу. А вы как раз как родитель тоже заинтересованы? Да, ну, как раз в этом микрорайоне. Конечно, в этом микрорайоне школа крайне необходима, потому что действительно как бы район вырос точно, застройки много, а школы просто категорически, катастрофически не хватает. И, конечно, просто очень хочется верить в доброе, в лучшее, и что действительно школа будет построена, и действительно это будет, ну, там, неочередной момент затягивания. То есть сейчас на данный момент озвучено о том, что контракт подписан, что земля есть, как бы, да, там еще не все участки выделены, но они, как бы, решаемы и в процессе, что там проектно-смертная документация тоже в процессе. И вроде как хочется сейчас верить о том, что действительно мы идем к тому, что действительно школа будет. Но как мы видим в целом обстановку, которая там происходит у нас со строительством других школ, да, то есть как бы мы уже понимаем, что там обещанные школы, которые должны быть в декабре 22-го построены и оснащены к 1 сентября 23-го, этого не произойдет, к сожалению, скорее всего. И, то есть у меня там Долгушина, Зубаревский лес, проспект Строителей. То есть в любом случае мы видим, что там ни одна школа в декабре 22-го не будет построена. Но так или иначе, конкретно вот Долгушина, да, то есть в ту сторону, как бы, да, там направление я там больше смотрю, она очень нужна. И, конечно, если там еще плюс там год будут задержки, то это катастрофичная история. И как раз вот в этой теме можно еще раз сказать про школьный автобус. Пока это вопрос нерешаемый, потому что у нас в законе образования прописана история, что можно возить детей только между там населенными пунктами, а в черте города, где транспортная доступность как бы широкая, как бы школьный автобус не положит. То есть, пожалуйста, общественный транспорт. Общественный транспорт, пожалуйста. Но мы ведь, получается, ребенка заставляем ехать в другую школу не по его воле, а по воле того, что места рядом с домом не нашлось. И поэтому, наверное, мы в данной истории должны все равно пойти навстречу и сказать о том, что да, извини, прости, места сейчас нет. Вот как бы возможность там школьного автобуса. Ты доедешь до той школы, где ты обучаешься, обратно тебя тоже привезут. Пока вопрос, конечно, не решаем. И с мертвой точки такой не сдвигаемый. Ну, посмотрим. Есть там определенное предложение. Возможно, что-то и порешается. Но дети-то сейчас ездят. Детям-то нужно сейчас это. И если все-таки на самом деле мы там школу получаем к 1 сентября 24-го, то автобусы школьные в 24-м году будут не нужны. Вот к этому участку в Шевеле там, в Шевелях на самом деле много там вопросов. В том числе и я вижу комментарии в интернете по поводу неблагоприятной экологической обстановки. Согласитесь, тут такие транспортные потоки. Там транспортный поток. Там Маркса, профсоюзная. Пирелли рядом. Предприятие, соответственно, промышленное и так далее. Оправданно, да? Беспокойство вызывает. Оправданно. Когда мы начинали только эту историю продвигать и сказали, что вот единственный участок, который есть. И много мы тоже обсуждали с экологами эту историю. То есть как бы на данный момент есть заверение о том, что там безопасно. То есть экологически безопасно. По поводу транспортного потока ставятся там определенные щиты, звукоизоляционные экраны. То есть теоретически вопрос решаем. По поводу Пирелли, то есть в плане экологии нас заверили о том, что там все фильтры и так далее, это все ведет к тому, что охранная зона, все это соблюдено. У меня есть информация о том, что Пирелли там плюс-минус и не сильно работает на данный момент. И вообще, когда он там снова будет работать, то есть пока вопрос тоже открытый, то есть в связи со всеми обстановкой и ситуацией. Но школа нужна. И нужно понимать о том, что в данной истории ее построить там больше негде. То есть либо нужно какими-то другими способами решать эту проблему, но она не решается. Сколько лет? Больше 20 лет там как бы вот этот вот очаг, да, как бы есть. И если ее до сих пор никак не решили там теми способами, да и другое здание там и так далее, то, наверное, как бы кроме как построить новую школу, вариантов нет. И поэтому говорить о том, что там ее нельзя строить, потому что экология плохая. Но, наверное, лучше вопрос решить с экологией, что нужно сделать, чтобы экология там позволяла. Но на данный момент нас заверяют о том, что охранная зона и прочее все соблюдены. Вот ваш коллега из городской думы, Денис Ерохин, тоже в нашей студии. В частности, он выражался таким большим сомнением в том, а получится ли там грамотно сделать вот эту инфраструктуру дорожную, потому что, ну, рельеф с точки, с этой точки зрения очень такая любопытная местность, конечно. Ну, я думаю, что это в любом случае уже вопрос к специалистам. То есть на данный момент говорят о том, что все возможно. Конечно, вопрос переноса коммуникации, то есть там теплотрассы, электро... Все эти истории с проводами, да, то есть как бы это тоже все нужно... Линия электропередач, да. Это все нужно будет переносить. Ну, как бы на данный момент раз сказали о том, что это есть возможность построить, то, ну, будем верить в то, что мы тут совместными усилиями... Там нужно отдать должное Вячеславу Николаевичу, да, Симакову, что он на самом деле сейчас активно взялся за этот вопрос и действительно продвигает его и на стороне родителей, так скажем, да, здесь находится. Спасибо Владимиру Журавлеву, который много-много лет добивался конкретно вот этой новой школы в этом микрорайоне. Я думаю, что совместными усилиями и в первую очередь стараниями родителей как бы стало возможно вообще как бы говорить о том, что школа будет построена вот уже через два года. Говорили до этого, но вроде тут уже заверили о том, что документация, деньги выделены и будем верить в том, что она будет построена. Я напоминаю, что мы беседуем с Ольгой Терекиной, депутатом законодательного собрания Кировской области, председателем общественного движения «Родительский контроль» завершается на этом первая часть нашей передачи. Добрый день. Добрый день. Ольга Терекина, депутат Зак Собрания Кировской области, председателем общественного движения «Родительский контроль» в нашей студии. К теме общественного питания, да, ой, простите, питание в школах, детских садах хотелось бы перейти. Тема, которую традиционно на контроле держит, собственно, общественное движение. Говорили мы об этом с вами два с половиной месяца назад, как раз в начале нового учебного года. Как поменялась ситуация? Поменялась ли она в лучшую сторону? Ну, судя по сообщениям, которые попадают в социальные сети, вроде бы ситуация урегулировалась, как-то улеглась. Ну, там было какое-то сообщение про сырые котлеты в очередной раз. Вот, видимо, котлеты, я не знаю, какой-то бич у нас в нашей системе образования. мы одними котлетами, в принципе, детей кормим, поэтому они так или иначе попадают. Как сейчас дела обстоят? Нужно отметить что? Что сменилось руководство у комбината питания, сменился директор на данный момент, поэтому сейчас идет такое планомерное замещение кадров. Соответственно, у нас очень большая надежда на то, что мы все-таки действительно приблизимся к ситуации, когда с комбинатом питания у нас будет, ну, плюс-минус, можно будет сказать, что все хорошо. Приход нового руководителя связан с переменами в администрации? Ну, в том числе, да. Как раз-таки с приходом Вячеслава Николаевича на комбинат питания снова обратили внимание, и было принято решение, что так больше нельзя, и что действительно нужно что-то менять. На тот момент, ну, как бы, ничего не происходило, и сейчас как бы новое руководство непосредственно частично поменялись определенные должности, да, которые там несут решения. Вот, поэтому сейчас, я думаю, вот прямо сегодня, да, то есть сказать о том, что стало лучше или хуже, нельзя. Пока еще нельзя. Пока еще нельзя. Пока еще просто не виден результат работы нового руководства. Да, возможно, ну, как бы, в какой-то мере информации стало в интернете меньше, ну, значит, плюс-минус стало спокойнее. Может быть, привыкли им, поэтому, как бы, ну, там что-то дополнительно не выкидывают. То есть обычно же выкидывают такие, там, сырые котлеты, да, там, то есть, там, котлета с кровью, да, то есть, ну, что-то такое резонансное, как бы, пытаются сказать, что вот нам это не нравится. Ну, может быть, вот на данный момент там ничего такого не случилось пока еще, да, поэтому, как бы, мы тут сильно пока кабинет питания как таковой не видим. Перемены по меню произошли ведь, да? Ну, они произошли, да, в начале учебного года и, в принципе, продолжают пока кормить таким образом, как бы сильно пока каких-то там комментариев нет, но мы же-то его смотрели, то есть там какие-то в основном там запеканки, запеканки, рисовые запеканки, еще что-то там, котлета на хлебе, ну, то есть, вот такая история, это как бы... Звучит-то как котлета на хлебе, да. Ну, надо так и есть, котлета на хлебе. Колбасное, кондитерские изделия, ну, вот что-то вот такое. Ну, я не знаю, то есть, как бы, когда мы приблизимся именно к какому-то прям нормальному, качественному, вкусному питанию, многих, конечно, родителей сейчас волнует вопрос стоимости питания. Как вы думаете, основания сейчас есть для того, чтобы снова плату повышать? Это в школах, конкретно, если мы говорим про путинское питание, оно бесплатное? Нет, детские сады, наверное, в первую очередь. Я помню, в прошлый год, у меня младший ребенок детсадовец, и повышение за год дважды оно проводилось, это существенное повышение платы. Хотя вот я, как родитель, ну, честно говоря, особо и не замечаю, что кормить стали лучше. Я думаю, что кормить лучше не стали, кормить стали так же, просто в связи с ростом цен, как бы в целом цены подняли, то есть на данный момент. Ну, то есть, ну, сложно сказать, то есть, понимаете, как бы вопрос, опять же, подхода педагогов. Вот у нас, кстати, была история в детском саду, что, ну, как бы одна из мамок сказала, наших детей заставляют есть. Я своего ребенка спрашиваю, тебя заставляют? Она говорит, нет. Я говорю, а ты ешь? Она говорит, ем. Ну, то есть, а воспитатели сразу изначально сказали, мы будем делать так, чтобы, ну, как бы дети эту еду ели, ну, то есть, чтобы дети не были голодными, а так как у нас вариантов нет, как бы что-то там есть, ну, то есть, мы будем максимально говорить о том, что это вкусно, это полезно, это нужно кушать. Использовать самые разнообразные мотивационные схемы, танцевать с бубном вокруг ребенка, чтобы... Ну, примерно так, да. И поэтому вот своего ребенка я спрашиваю, она говорит, я все ем. А старший ребенок, пока в детский сад в этот же самый ходил, она ничего не ела. В одной семье. Поэтому вот сложно сказать о том, что там плохо, хорошо ли там, в семье не приучили и так далее. То есть ситуация абсолютно разная. По поводу повышения цен. Ну, знаете, ожидать можно чего угодно. То есть вот прямо сейчас, как бы пока предпосылок к тому, что снова повысят, нет. Но загадывать сложно. Что произойдет через месяц? Да, поэтому вполне возможно. В начале нового года. Можно вот сказать еще про школьные подарки, ой, не школьные, а эти детские подарки, новогодние, да. То есть в том году как раз была история, что их сначала искали не будет, потом, значит, родители уже начали покупать, потом как бы бунт подняв о том, что как так, так подарков не будет. Вроде как стали говорить о том, что будут. И вот в этом году пока, вот сейчас я специально когда к передаче готовилась, как бы спросила, на данный момент пока тоже нет информации, будут ли новогодние подарки. Но запустив вот опрос в группе Родконтроля, как бы мы пока видим о том, что, ну, как бы подарки и ждут. И как бы родители, как бы хотят бы, да, чтобы этот подарок был от детского сада непосредственно. То есть на бюджетной основе, да. На бюджетные деньги, да. Поэтому, ну, наверное, приучили, наверное, как бы в принципе понятно, так как Дед Мороз будет в любом садике, там утренний будет, поэтому вроде как подарок все равно нужен. И, соответственно, если его не будет, опять же, там из бюджета, ну, родители придется покупать самостоятельно. Пару минут у нас еще есть. Ольга, как оцениваете нововведение с охраной сотрудниками ЧОПов наших школ? Вот я до начала передачи вам говорил свой личный опыт. На меня охранник внимания не обратил, когда я тут в школу заглянул. Что родители говорят, как оценивать это? Ну, я думаю, что в целом у нас ничего не поменялось. То есть, да, несмотря на то, что бюджетные средства были выделены вот на эти три месяца, только оказалось Кирово-Чепецк, и охранники кое-где есть. То есть я так понимаю, что подход, опять же, директора, то есть где директор смог наладить взаимосвязь, где смог найти, ну, там, охранников, которые заинтересованы работе, там все работает. А там, где вот опять для галочки все сделано, то там, опять же, как бы, вот на вас внимания не обратили. И, соответственно, вопрос, опять же, цены, она не совсем актуальна. Но, опять же, и вопрос встал в том, что ЧОП, он же определенный процент себе забирает, а человек уже на руки получает меньше. Поэтому, в любом случае, пока мы не придем к конкурентной цене, пока не будет вот нормальной зарплаты, и действительно человек, который не бабушка и дедушка просто в куртке охранника, а действительно человек подготовленный, там, не придет работать, ну, там, за ту зарплату, за которую он готов прийти работать, то, ну, наверное, сильно ничего не поменяется. Но были сообщения, что якобы родителям даже предлагали доплачивать? Ну, да, у меня были сообщения от родителей, чтобы разницу компенсировать. Ну, да, это же всегда все преподносится, что это же для наших детей, и вот, ну, как бы, вот на данный момент сумма такая-то есть, такой-то суммы не хватает. То есть, когда начали разговаривать и считать, ЧОП брал 250 рублей, сейчас ЧОП берет 350 рублей, и эту разницу не заложено. Поэтому, как бы, давайте вот будем доскидываться. Может быть, у кого-то родители готовы прийти поработать. Поэтому, изменит ли это что-то прямо вот кардинально, что действительно школы будут защищены? Нет, не изменит. К сожалению, это так. И те кадры, которые нам показывают в соцсетях от города о том, что вот смотрите, какой охранник, как он проверяет. Ну, вот вы сами заметили, как вас проверяли, когда вы с сумками туда заходили. Никак. А на камеру все, как бы, действительно металлоискателем проверили. На этом завершается время нашей беседы. Благодарю Ольгу Турыкину, депутата законодательного собрания Кировской области, председателя общественного движения родительских контроль. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Особое мнение на 101FM